Всем привет! Сегодня я хочу записать вам видео о трех книгах, которые я прочитала. Вот буквально вчера дочитала третью книгу. Я про эти книги хотела записать марафон, устроить себе марафон тонких книг. Но, как оказалось, когда я начала монтировать видео, одно из промежуточных видео у меня почему-то не сохранилось. Я не знаю, либо я его случайно удалила, либо, в общем, так записывала через одно место. В общем, я не знаю. Пришлось мне записывать заново видео, но уже просто как видеообзор или как свое мнение о трех прочитанных тонких книгах. Я выбрала на марафон тонких книг три книги, самые тонкие, какие у меня есть. И самая первая книга, которую я выбрала, самую первую книгу, это Жан-Поль Сартр «Ставок больше нет». Эта книга как раз входила в список тех книг, которые я должна была прочитать до конца года. Это одна из книг Жанна Поля Сартра. Вторая книга – это «Тошнота». И вот как раз-таки с нее я начала свой марафон, потому что она самая-самая тонкая, какая у меня есть. Здесь 158 страниц очень крупного шрифта и между строчками очень большой прогал. Итак, теперь по поводу сюжета. По поводу сюжета. Здесь два главных героя, Пьер и Ева, которые попадают якобы на небо. Но здесь рай нам не указывается, как рай, каким мы его представляем себе. Здесь рай представляется нам как некая канцелярия, в которую заходят все те, кто умирает. И далее они там расписываются. И дальше уходят жить в тот же город, в то же место, где они жили до смерти. Причина их смерти является то, что Еву убил, отравил ее супруг. Он хотел загробастать все ее деньги себе. А Пьера убивает его противника. Пьер был руководителем Лиги Справедливости. Они выступали против правления. И вот как раз-таки его враг его и убил. И вот они вдвоем, два человека, которые не знали друг друга при жизни, они попадают в эту канцелярию, попадают в этот мир. В этом мире они могут видеть всех других мертвецов и также и живых. И они понимают, что они друг друга влюбляются. Они начинают вместе танцевать и неожиданно попадают опять в эту канцелярию. И там вот этот вот работник этой канцелярии говорит им, что есть некая 104-я статья, согласно которой, если вы при жизни не нашли друг друга и встретились в другом мире загробном и полюбили друг друга, то вам дается второй шанс. И вы можете попасть опять на тот момент, когда вас убивают, но вы не умираете. Если вы в течение суток понимаете, что вы действительно друг друга любите по-настоящему, тогда вы там и остаетесь жить. И вот что же они сделают со своей жизнью, со своим вторым шансом, можно узнать из этой книги. Но эта книга, она не как роман, это роман-пьеса. Но она не написана как обычные пьесы, там имя и реплика, имя, реплика. Нет, здесь идет как обычный текст, но текст очень быстро меняет свою локацию. Одна локация, вторая локация, третья локация. И вот так вот написана вся книга. В целом задумка неплохая, но мне кажется, можно было ее развернуть на более такую детальную, глубокую книгу. Мне не хватило здесь более глубокого описания главных героев, и также мне не хватило здесь описания тех мест, где они находились. Поэтому я, в принципе, довольна знакомством с артром. Но я считаю, что если знакомиться с этим автором, то эта книга не самая идеальная для знакомства с этим автором. Мне кажется, что тошнота будет поинтереснее. Но я очень рада, что я познакомилась. Будем знакомиться с ним дальше. Дальше. Второй книг, которую я взяла себе на марафон тонких книг, это Мария Голикова «Маргарита». Она у меня вся, как видите, в закладочках. В этой книге рассказывается нам о королеве Марго, всем известной по роману Александра Дюма «Королева Марго» Маргарита, которая жила в XVI веке. Здесь начинается роман с шести лет, и повествование идет от первого лица. То есть мы здесь узнаем все чувства, все переживания Маргариты, все ее планы, все намерения. Если сравнивать этот роман с Александром Дюма, я сразу скажу, что Александр Дюма справился с этим заданием намного лучше. Все, что мы узнаем о данной истории, о данном моменте жизни Маргариты, мы узнаем только с ее точки зрения. То есть мы узнаем о ее взаимоотношениях с ее братьями. Кстати, насчет имен я чуть позже расскажу. Мы узнаем здесь о ее взаимоотношениях с ее матерью и с ее любовниками. Вот, в принципе, и все. Что делали ее братья, что делали ее любовники без нее, так скажем, когда они от нее уходили, здесь нам особо об этом не рассказывается. Вот, поэтому Александр Дюма, конечно, с этим справился намного лучше. Далее, если сравнивать имена, если сравнивать имена, то здесь имена другие. Если, например, у Дюма имена Карл, Карл, вернее, и Генри, то здесь ее братья назывались Шарль и Анри. Непростая, конечно, у нее была судьба, все думают, что вот она королева, вот такая вот властная. Но на самом деле все было не так просто. Если кто знает про королеву Марго, то она вышла за Генриха Наварского не по любви. И у них были такие не очень простые отношения. Не, не то, что, наверное, простые отношения, потому что она разрешала Генриху, или Анри, да, она разрешала ему заводить любовниц, так же, как и Генрих, она закрывала на все глаза. Поэтому вот такие вот у них были отношения. Также здесь нам рассказывается про ее первого любовника Ля Моля, который при Варфоломеевской ночи попал к ней в спальню. И вот про Ля Моля здесь, в принципе, так побольше написано, чем про ее остальных любовников. Хотя самым первым любовником, как ни странно, был ее родной брат. Да, здесь вот даже про это рассказано. Я вообще, в принципе, всю историю знаю с романа Александра Дюман, но здесь какие-то некоторые аспекты все-таки для меня были в новинку. Например, то, что Генрих, ее брат, был, как мы сейчас говорим, трансвеститом. То есть он любил переодеваться в женские наряды и делать себе макияж. Я, например, про это не знала. Что мне здесь не понравилось, так это то, что здесь не раскрыта ее мать, Екатерина Медич. Она здесь нам просто показана, как мать, которая любила больше всего своих сыновей, но к Маргарите она относилась очень холодно. Из-за этой книги про Екатерину Медич больше мы ничего не можем подчеркнуть. Но для тех, кто не знаком с данной историей, с королевой Марго, с Маргаритой, я могу посоветовать прочитать данный роман. Он читается очень легко. Знаете, он такой легкий роман, и я бы его даже сравнила, наверное, с пером Элизабет Чедвик. Почитала ее романы про Елеонору Квитанску. Вот такой вот легкий, легкий, любовный, можно даже сказать, роман с историческим бэкграундом. Вот. Могу посоветовать. И также третья книга, которую я себе взяла для марафона тонких книг. Мне посоветовали эту книгу мои подписчицы в комментариях. Это Дафна Дюмарье «Дом на берегу». И вы знаете, наверное, это будет крайняя книга этого автора. Больше с этим автором не хочу знакомиться. Я прочитала ее три романа. Самых популярных это «Ребекка», «Моя кузина Рейчел», «Кожел отпущения». И вот четвертый роман – это «Дом на берегу». И все было бы ничего. Но меня почему-то не устраивает то, как автор заканчивает свои романы. В целом у нее очень хорошая задумка. Она всегда держит в напряжении читателя. Но с концовками у нее почему-то не клеится. Либо я, может быть, недалекого ума и не понимаю, что хотела нам в итоге сказать автор своими концовками. Вот у меня как бы не сложилось с данным автором. Можете закидать мед помидорами, но это сукубом мое мнение. Вы можете с ним согласиться, можете – нет. Теперь по поводу сюжета. Были два друга – Магнус и Дик. Магнус был профессором биохимии или биофизики. И у него был друг Дик. И этот профессор просит своего друга пожить некоторое время у него в доме на берегу и побыть его подопытным кроликом. Попробовать некое снадобье, некий эликсир, который, по его словам, может управлять в прошлое. И вот Дик соглашается. И когда не было дома его супруги с детьми, он попробовал этот эликсир. И, как оказалось, он попал назад в прошлое на 400 лет. Он сначала не понимает, что творится. Он видит неких людей, некая ситуация. Он сначала не понимает, что происходит, но потом, когда он начинает вот в этом всем копаться, он поднимает какие-то архивы, поднимает какие-то данные, даже задействовать некоторых людей. И он понимает, что действительно 400 лет назад в этом же самом месте жили эти же самые люди. Вот как раз таки вот этим его все это зацепило. И он не может остановиться, и он начинает подсаживаться на этот вот эликсир и начинает перемещаться практически ежедневно в то время. Но есть, конечно, и побочки, не все так просто. И чем, конечно, и чем все это закончилось, чем закончились его перемещения в прошлое, можно узнать из данной книги. А в целом мне задумка понравилась. Очень интересно было наблюдать за его непониманием происходящего, когда он обратно возвращался к себе, и он начинал путать прошлое с реальностью. У него все это перемещалось в голове. И также он пытался каким-то образом схитрить, наврать своей жене, где он был, что он делал, почему у него такое состояние, как будто он пьяный. И вот супруга его, конечно, вообще умница. Мне очень понравились их диалоги. И знаете, даже здесь с юмором написано. В целом неплохо. Но опять же, концовка меня разочаровала. Не знаю, что этим хотел сказать нам автор. Я лично не поняла. Девочки, кто читал данную книгу, пожалуйста, напишите мне. Может быть, я не догнала. Я опять же понимаю, что фантастика – это не мое. У меня, видимо, не хватает мозгов до таких книг. Я их не понимаю. Поэтому читаю фантастику крайне-крайне редко. Только по советам и только по хорошим отзывам. В общем, вот такие вот у меня были книги, которые я выбрала себе на марафон тонких книг. Из всех этих трех книг я могу посоветовать вам каждую. Но, конечно же, пять баллов из пяти я им не ставлю. Я им не ставлю. По тем причинам, по которым я рассказала вам выше. Ну, а вам, мои дорогие зрители, большое спасибо за то, что вы просмотрели данный ролик. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok